Здравствуйте, мои дорогие! С вами Светлана, канал Орец Позитивчика. И я сегодня готовлю вот такие вот вкусные маффины. Оставайтесь со мной и пошлите готовить вместе. И для этого мне необходимо 400 грамм сметаны, сахар, мука, сливочное масло растопленное, 4 яйца, соль, сода и уксус. Или лимонная кислота, лимонный сок для загашивания соды. Первым делом необходимо в сметану отправить 4 яйца. Я отмерила 400 грамм сметаны. И теперь отправляю сюда 4 яйца. Отправляю сразу растопленное сливочное масло. Можно использовать маргарин при желании. Сюда же я отправляю 1 чайную ложку соды. Соду необходимо обязательно загасить. Отсюда в сторонку высыплю. И немножко уксуса. И также всё перемешаем. Здесь сметана, яйца, сливочное масло и сода. Сразу добавляю 1 чайную ложку соли. Добавляю сахар. Добавляю муку. Муки у меня 4 стакана. Добавляю несколько приёмов, чтобы освежать с комочков. При желании в тесто можно добавить изюм, орешки, цукаты. И после того, как подбуду часть муки ввели, перемешали, добавляйте остальное. Можете добавлять муку в 2-3 приёма, как вам удобно. Можно и в 1 приём, но тогда сложнее размешивать тесто, чтобы не было комочков. Это тесто можно замешивать при помощи миксера. И перемешиваем всё, чтобы не было следов муки, чтобы у нас было однородное тесто. Тесто готово. Вот такое вот оно получается. Достаточно тяжёлое. Когда переворачиваете ложку, то оно одним комком падает. Всё. Теперь осталось только разложить тесто по формочкам. Для формочки я буду использовать силиконовые формочки. Вы можете использовать любые, которые у вас есть. И каждую формочку наполняете на 2 трети. Ну, где-то 1,5 или 2 небольших столовых ложки. Вот так вот где-то. Формочки старайтесь, чтобы по объёму были одинаковые. Во избежание того, чтобы одни маффины пропеклись, другие не пропеклись, чтобы такого не было. Старайтесь по объёму выбирать формочки одинаковые. И тогда все маффины пропекутся одновременно и будут очень вкусные. При желании можно в эти маффины и эти маффины вообще делать с начинкой. Тогда ложите 1 столовую ложку теста в формочку. Укладывайте начинку. Это может быть вавида, это может быть варёная сгущёнка, это может быть даже шоколад, мармелад, всё что угодно. И потом накрывайте ещё одной ложкой теста. Тесто по формочкам разложила. Теперь я их переложила на поднос и отправляю в духовку. Духовка разогрета до 180 градусов на 30-35 минут. Вот такие вот кексики получились. Теперь я вам покажу, какие они внутри. Видите, они очень хорошо отделяются. И вот такие вот они внутри. Кексы готовы. Если вам понравился мой рецепт, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. И до скорых встреч. Пока-пока. Не забываем подписываться на канал, потому что на моём канале есть много всего вкусного и интересного. И каждый, зашедший ко мне на канал, найдёт что-то интересненькое для себя. Пока-пока. Увидимся.